Так, он на меня смотрит. Ай, чёрт! Или не смотрел, или смотрел. Я всё же хотел проверить, чёрт подери. А через планшет это работает? И через планшет поднято это работает, офигеть, это неудобно. Он мне просто запортачит всю игру. Так, где-то партийный Фредди, вот он. А это был кошмарный Фредберт, точно. Так, вот они мини-рины. Так. Ой, их прогнал, но активировался блумбойчик. Всем море приветов, друзья, и гости моего канала. Всем бога-гашечки, Нептун. Здесь рубрика сегодня ФНАФ Пародии. Продолжаем приходить. Пять ночей с Фредди. Диджитал Найтмар. Цифровой кошмар, друзья. И тем временем у нас четвёртая серия. Во-первых, сегодня мы обязательно узнаем кучу новых аниматроников. Для тех, кто вдруг забыл, это ФНАФ Пародия, основанная на Ultimate Custom Night или на ФНАФ 7. Здесь челленджевый тип, очень много родных аниматроников. Что против них делать, всегда какие-то разные задачи. В общем, будем всё это дело проходить. Тут даже увы они есть, представляете? Глич трап есть. Спринг трапы и прочие, прочие, прочие разные аниматроники. Такие как Пати Фредди. Такие как Дарк Фредди. Где он там? Вот он наверху, видите? Дарк Фредди. А ещё и Шэдоу Мангл. Плюш Бэби и Плюш Скраб Бэби. В общем, веселуха, да и только. В прошлом видео, в третьей серии, мы взяли ачивку под названием You Did Great. То есть, я очень великолепный, да? Я господин великолепный. Я получил 2500 очков суммарно. Сегодня, в этом видео, мы должны взять 5000 очков. Ну, и это будет предпоследний мегачеллендж, потому что впереди нас ждёт только 7,5. Ну, это потом. Так, погнали. Плей. Давайте посмотрим, каких мы ещё здесь аниматроников не брали. Так, Фантомов мы брали. Балумбой мы брали. Вот, Плюш Трапа мы ещё не брали. И Найтмир Балумбой мы не брали. Так, Плюш Трап. Каждый раз, когда смотрю на камеру 0,5, то он может на меня посмотреть, и мне нужно его ударить током. Иначе он меня убьёт. Понятно. Ставим на максималку, к примеру. Так, Кошмарный Балумбой. Он стоит у меня в офисе, и иногда, может быть, он, ну, как поднимается. В общем, нужно посвятить на него фонариком. Система такая же, как в Афнафсе. То есть, видимо, когда буду опускать и поднимать планшет, да? Так, Мини Рина. Она появляется у меня на мониторе, и нужно просто потрясти. Видимо, опустить, опустить, опустить. В общем, опустить, поднять, опустить, поднять, и тогда я её сброшу, да? С экрана моего монитора. Так, да, пусть поставим её. И давайте поставим, ну, знаю, вот Плюш Бэйби, например. Если я услышу её, типа, смех, то нужно пойти на... Ну, в призовую комнату на камеру и найти её там, где она заспаунилась. Иначе она меня убьёт, да? Окей. А Плюш Скра Бэйби что делает? А, то же самое, то есть... То есть, то же самое, да? Она появляется там, на призовой камере. Только, видимо, смех будет отличаться, да? Допустим, давайте вот так. За это получает 1100. Почему? Почему? Почему 1100? А, у меня почему-то спутлайт Бонни включен. Видимо, с прошлой катки ещё остался. Давайте, посмотрим, что это за новые пять аниматроников. Я их сначала посмотрю, потом ещё другую пятёрку, потом ещё, а потом всех вместе смешаю и попробую пройти челлендж на 5000 очков. Итак, погнали. Так. Да, реально, вот он. О, суть, вот смех, да? Это был смех, так. Окей, это был смех, я понял. Так, куда там? Приз Коннор. Это вроде бы здесь. Вон она, вот она, видите? Вот она. То есть, я на неё нажал, всё, она исчезла. Нормально. Так, на камере 5, да, наш Плюш Трапик? Так, он на меня смотрит. Ай, чёрт! Или не смотрел, или смотрел. Я всё же хотел проверить, чёрт подери. Ладно. Вот. Видите, он на меня смотрел, но я просто изначально не видел его положение, может, немножко подзабыл. Нужно было его ударить током. Понятно. Так, вот они мини-ерины. Так. Ну, их прогнал, но активировался булумбойчик. Вот так. Хорошо. Так, тут никого нет. Я ещё, знаете, что определил? Что на них не обязательно кликать. Нужно просто навести мышкой. Так как тут помехи и всё плохо видно, можно просто мышкой зад-перёд-зад-перёд-зад-перёд водить. Рано или поздно мы зацепим какую-нибудь маленькую Плюш Бэйби. Так, с этим разобрался. Главное ещё про вентилятор не забывать. Температура убывает. Сейчас мы немножко разогреем до 60. И снова отключим отопление. И перейдём на глобальный генератор. Во, поражали. И два раза поражали. Так, тихо. Так, ищем. А, это плохо. Шоковый Фредди? Я не успел найти шоковый Фредди. Это Патти Фредди. Вот, видали, какая подлянка? То есть, она поржёт. Её нужно найти на камере. Но камеры не видно, потому что Патти Фредди мне камеры заблокировал. Поэтому нужно будет его искать. А порой не хватает времени. Вот такая вот реально подлянка. Так, продолжаем. В принципе, здесь, я так понимаю, Можно вообще планшет не опускать Против этих чуваков. Вон. Собирай только ходи этих Плюш Бэби. Да, не забывай про нагрев Температуры. А если не можешь найти её на камере, Не можешь просто вот Вот так вот мышки болтай Во все стороны. Где-нибудь да подцепишь. Потому что порой реально Не видно их Из-за памяти Вот это вот Единственная проблема Это грёбаный Фредди Патти Которого Где он? Интересно, а вот здесь Сквозь Черноту Можно как-то их активировать? Походу дела нет. Идя сюда. Где партийный Фредди? Вот в чём вопрос. Его тупо нет. Опять же. Сейчас будем везде шоу делать. Ну, блин, тупо партийного Фредди Тупо нет нигде. Он опять у меня поломался. То есть он где-то появился? Так. Ну, я нажимаю, верчу. Меня убили. То есть нельзя их снять, Если они появились в темноте. Ну, блин, где партийный Фредди? Его тупо нет. То есть он багонный. Как он у меня в первой серии баговался, Так и здесь, блин, багуется. Подло какое. Ладно, с этими мы более-менее разобрались. Мини-Рины сбросить. Просто поднять планшет. Блэмбоя посветить. Плюш-трапа. Можно пятую камеру вообще не включать. Но если включил, то удать толком. Дай, если он смотрит на меня. Плюш-бэйби нужно искать. Я до сих пор не понимаю, Почему партийный Фредди, блин, появляется. Хотя он на нуле. Без понятия. Но, тем не менее, в общем-то, я все понял. Так, давайте дальше пойдем. Что у нас тут есть еще? Фонтайм Фокси. Так, мой фонарик больше не светит из офиса. Теперь у меня только вспышка, Используемая на правой кнопку, видимо, мышки. Но нельзя слишком часто фоткать, Иначе меня убьет Фонтайм Фокси. Понятно. Лолбит. Когда он появляется, то нужно ввести лол на клавиатуре. Хорошо. Понятно. Этих я оставил уже. То есть давайте поставим Фонтайм Фокси на максималку. И лолбит. Так, кто там еще есть? Кексика я оставил. Сгоревшего я оставил. Эннерт. Так, вон что-то там в офисе. Справа с левой стороны может ко мне через вентиляцию приходить. Но он не двигается, если на него смотреть. Тем не менее, нужно кое-что на него смотреть. Короче, понятно. Сейчас разберемся. Эннерда. Дальше что? Эннерт Той Фредди. Он будет появляться в моем офисе медленно. Если что-то там... Почините вентиляцию. Если прогресс починки вентиляции будет на нуле, то он меня убьет. А, это помните там по углам? Потому что по углам постепенно цифры убывают до нуля. Вот нужно, в общем, это дело чинить. Так, дальше. Эннерт Булумбой 1. Какой-то спящий странный Булумбойчик. Так, вон появляется... А, когда появляется Той Фредди где-то в моем офисе, нужно на него посоветить. Несколько секунд, иначе меня убьют. Причем здесь Той Фредди, когда Эннерт Булумбой же здесь. Хм. Окей. Так, это что у нас? Эннерт Спрингтрап 1. Он медленно появляется у меня перед глазами, когда повар... Когда... Типа энергия тратится очень быстро, да? Короче, давайте посмотрим. Так, вот четверка новых. Посмотрим, что они мне делают. Я, по-моему, что-то не убрал там. Было 1200. А, я кого-то не убрал, по-моему. Должно быть 800, по идее. О, так, Л, О, Л. Работает. Так, у меня появился на экране какая-то голова Спрингтрапа. Вы замечаете, да, вот она? Ее, правда, хреново видно, но она появилась. Так. А вот Эннерда. Так, сейчас мы заведем, заведем. То есть, когда на него смотрю, видите, он без движения. То есть, если я на него не смотрю, то он постепенно продвигается ко мне, правильно? Так, только я на него смотрю, он как бы сбрасывается до нейтральной точки. Так, чтобы его ко мне не допустить, нужно просто на него почаще смотреть, правильно? Как мне сделать так, чтобы этот козел ушел? Подожди, там как нужно было его прогонять-то? Вот сейчас я включил генератор. А-а-а! Он исчезает только при работающем генераторе. Видите, я сейчас генчик завел, и типа он исчезает. Хорошо. Там, позади него появляется этот безголовый той Фредди Эннерт. А когда он появляется, вроде как нужно нам поднимать вот здесь починку. Так, поднял. А, и он исчез, видите, все. То есть, вот так его прогонять. Ладно. Вроде как разобрался. О, партийный Фредди, ты где? Вот он. Ну, это хорошо, что он... Хорошо, когда он работает. А то иногда он просто не появляется на камерах, и... У меня камеры на вечном. Поломатые. Так. Сейчас, допустим... Лоу. Л-О-Л. Е, работает. Допустим, я поставлю глобальную музыкальную шкатулку. Чик. Все, поставил. Генчик у меня не работает. И что? Голова Спрингтрапа вроде как пока не появляется у меня на весь экран. А зато появляется безголовый Туи Фредди. Который Туи Фредди Эннерт. Вот видите, постепенно за кексиком. Вон за кексиком. Материализуется у меня в офисе. Так, тихо. Ой, вижу, он все яснее и яснее. Направая кнопка у мышки, кстати, реально... У меня теперь вот вспышка, видите? Ага. При этом фонарик работает, но он не освещает. Ничего за пределами, видите? Только вспышки теперь. Так, чтобы прогнать... А, опять партийный Фредди. Вот он, вот он, вот он, вот он. Теперь вентиляция. Давайте. О, Эннерт, видали? Он почти уже был около меня. Все, я на него посмотрел и он убежал. Так, все, я завел. Фреддик пропал, но теперь появилась башка Спрингтрапа. Так, ставлю генчик, на единичку нажал. Так, все, генчик у меня идет наверх. Заряд растет, голова Спрингтрапа пропадает. Вот так играть против него. Вот уже 4 часа. Просто нужно почаще еще и Нейнерда смотреть. Ну, в общем-то, в общем-то, разобрался. Погнали обратно в меню. Ну, фух, все будет еще в голове удержать. Где тут вот этот маленький Тейфредди должен был появиться в офисе, да? На котором нужно светить несколько секунд. Я не увидел. Хотя почти половину, даже больше половины ночи я прошел. Что там еще есть? Эннерт Спрингтрап 2. Так, он по вентиляции гуляет. Его нельзя никак отследить, но иногда можно его морду наглую увидеть в двери. Когда я вижу его наглую морду в двери, нужно запереть двери в вентиляцию. Хорошо. Так. Эннерт Спрингтрап 3. Изброшена какая-то рука. Теперь его рука, это твоя рука. Он может что-то, короче, закрыть двери, когда двигаю мышкой. Ладно, еще посмотрим. Так, Эннерт Найтмер Капкейк. Он очень крутой. Он ожидается от того, чтобы я тоже был очень крутой. Да? Если я могу нагреть вентиляцию больше 60 градусов, то он использует... А, я хочу... Короче, что там с температурой? Короче, он не любит, когда я использую температуру, повышая ее выше 60, да? И тогда он может меня скушать. Ладно, плевать. Сейчас проверим. Так, тоже давайте поставим на 20. А это что? Эннерт Бэйби 3. Тоже какая-то рука. Так. Он сидит на моем лапе. И, значит, я двигаюсь медленнее, да? Ну-ка, подожди, давайте посмотрим, как это работает. Так, вот еще одна четверка, то есть... Угу. Тут закрывает двери. Здесь непонятно что. Он, типа, курсорчик закрывает мои двери. Кексик нельзя. Температура больше 60. И медленные, видимо, движения. Сейчас проверим. Так, давай. Твою ж налево, реально. Я ничего не нажимаю, просто навожу курсорчик. И он запирает их. Это неудобно. А через планшет это работает? И через планшет поднято это работает. Офигеть, это неудобно. Он мне просто запортачит всю игру. И реально, вот смотрите, я двигаюсь медленнее. Поворачивается медленнее, как будто что-то тяжелое на нем. Да, неприятно. Так, по вентиляции никого не видно. Так, больше 60 мне, типа, делать нежелательно, правильно? Окей. Но это, блин, неудобно. Ну, в общем, подождем. Так. В принципе, все, что меня может убить сейчас, это спрингтрап, который... Вентиляции. И я должен его увидеть. Как только увижу, забираю двери, да? Угу. Ну и сильно доводить температуру до маленькой тоже нежелательно. До 10 вот довели. Вырубили вентилятор. Слегка подождали. Так, тут нормально все. Вот, чуть-чуть подзавести. Так. Вентиляционная система, да, реально, его не видно. Камеры пока не нужны. Хотя, блин, камеры, возможно, нужны будут на Плюш Бэйби. Помните, да, Плюш Бэйби? Но черт подери. Мне будет постоянно нужно камеры щелкать и искать партийного Фредди. Вот он. Да вы прикалываетесь. Так. Больше 60. Или, подожди, что-то я не въезжаю. Это работает. То есть... А, кексик. Вот он. Это был спрингтрап. То есть, подожди, кексик сам нагреваю температуру до 60, а потом она постепенно убавляет. Принято, я чуть не въезжаю в его типа хитрости. Там что-то с температурой связано. Он, вроде как, меня не убивает пока. Но это, конечно, неудобно, потому что на курсорчик теперь у меня двери реагируют. Так, ну, в принципе, понял. Ничего ужасного нет. Главное, не забыть метод действия. Погнали обратно в меню. Что еще у нас осталось? А, точно, ФНАФ 4. Давайте посмотрим на кошмаров. Так, кошмарный Фредди. Так, когда мой курсор долго стоит на месте, то появляется, видимо, кошмарный Фредди. Его нельзя увидеть, но можно услышать маленьких Фреддлеров, которые въезжат, эти маленькие собачки такие. Понятно. Короче, нельзя, чтобы мышка была на одном месте долго. Нужно постоянно ей двигать. Ладно, разберемся. Так, подожди, давайте все сбросим до нуля. Кошмарный Бонни. Если его лицо появится в двери в левой, то нужно туда не светить. Иначе ты знаешь, что произойдет. Ага. Короче, если я увижу его наглую морду в левой двери, лучше не светить. Кошмарная Чика. Ага, правая дверь. То же самое, только правая дверь. Так, нельзя светить. Кошмарный Фокси. Так, если я двину мою мышку-курсор слишком быстро после шокин-камеры, он меня убьет. Так, не совсем понял. Типа, если я нажимаю шок, а потом двигаю мышки, он меня убивает? Так, что ли? Подожди, давай проверим. Все-таки хардкорно, блин. Так, допустим. Реально, блин. То есть я нашел шок и просто двинул мышки и он меня моментально грохнул. Так, слушайте, это веселуха. То есть после шока лучше мышкой не двигать. Ну-ка. Ага. То есть пока белая вспышка, лучше, конечно, ничего не делать. Я начинаю слышать на заднем плане этих фредлеров. Маленьких плюшевых шэдоу Фредди. Ой, кошмарных Фредди. А вот кошмарная Чика, да? На нее нельзя светить фонарем. То есть мышка должна постоянно быть в движении. Если мышка будет вот так вот долго на месте... Слышите, да? Жесть, они все громче и громче. А вот я вожу мышкой, и что они... Они исчезают или нет? По-моему, они не исчезают больше никогда, да? То есть мне в принципе нельзя... Скорее долго мышкой на месте. А вот это как? То есть фреддеры, наоборот, не любят, чтобы я держал мышку на месте. А против фоксена, наоборот, нужно держать на месте, пока ты щелкаешь. Короче, не так-то просто, блин. Ну, в принципе, как-то так. То есть я вот постоянно двигаю мышкой. Желательно двигать вот здесь, потому что потом у меня ведь будет... Это рука спринктрапа, которая двери ломает, ну, закрывает их, поэтому лучше на дверь не наводить. Вот так держать. Сейчас у меня генчик стоит. Ну, генчик работает, пока с температурой проблем нет. Иногда, скорее всего, мне придется активировать камеру, вот, и бить шоком. Там лучше мышку не трогать. Все. Белая вспышка прошла, можно убрать. И здесь еще плюс этих, плюс бэйбиков искать маленьких. И плюс скраббэйбиков. Допустим, нашел, нашел, нашел. Мышки поводил. Закрыл. Продолжаешь здесь водить. В принципе, терпимо. Вот два часа уже. Скоро будет три часа, я уже терплю. Терплю. Можно носик поджимать. На счастье. Ну, в принципе, да, в принципе терпимо. В принципе, нормально. Главное, не светить фонарем лишний раз. Интересно, а как работает здесь вспышка? Она считается за фонарем или нет? Скорее всего, нет. То есть, если у меня, допустим, будет здесь фантайм Фокси, и будет вспышка на правой кнопке мышки, наверное, все-таки она не считается, да, за... Ну, поняли. Так, допустим. Так. Так. Так, чуть-чуть-чуть нашел всех тут-тут. И, в принципе, выживаем дальше. Ну, вот как-то так. Я думаю, температуру надо не забывать повышать на двоечку. Нагрев. И... Все. Я научился. Теперь идем. Идем, друзья. Нам нужно ставить теперь всех, кого мы только что тренировались, плюс тех, кого мы уже играли раньше. Эээ... Так-так-так-так-так-так. Чтобы получить 5000 очков, значит, во-первых, ставим Эйнерт Бэби. Кексик. Рука. Далее. Тело Спрингтрапа. Голова Спрингтрапа. Черт, мне уже страшно. Так. Вот это вот Эйнерт Баламбой 1. Так. Безголового Фредди. То есть Эйнерт Твой Фредди. Затем просто Эйнерт. Так. Здесь вроде бы... Теперь верхний, да? Лол Бит. Значит, Фонтейн Фокси. Черт, страшно. Так. Плюш Бэби. Мини-Рины. Так. Эйнерт Баламбой. Плюш Трап. Вот уже 3000. Так. Значит, теперь Кошмаров давайте. Это будет хардкорно. Это будет определенно жесть. Так. Так как у нас будет в любом случае наш Патти Фредди. Давайте его тоже поставим на максималку. Кошмарный Фредбер еще есть. Когда его глаза появятся где-то в дверном проходе, нужно быстренько дверь запереть. Ну, давайте. В принципе, сойдет. Так. Тех, кого я сегодня потренировал. Правильно? Давайте еще поставим. Кого еще нам поставить? Кексик. На этом река Паттия. Давайте поставим его. Нужно просто прогнать будет. Димлячика. Это когда... Дверь, когда я услышу что? Ее смех. А здесь... Когда я услышу разно... Ну, увижу разноцветность, тоже нужно запирать двери. Так, можно еще фантомов поставить? Давайте. Ну, в принципе, уже 5000. Так. Давайте Фредди мы оставим. Фокси, вот не надо мне. Фокси. Так. И тадам! Вот 5000. Все то, что мы только что тренировали. Плюс немножко даже больше. Фух, погнали. Мушка им нужна. Постоянно вводить. Давайте, 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 давайте. 5000 набираем. 5000. Ее. А ну стоять! Так, я его нажал. Так, тихо, тихо, тихо. Берем смех. Ай. Так, смех был. Так, смех был. Окей. Я не знаю, прогнал я или нет. Вроде как прогнал. Блин. Это, конечно, фишка не очень хорошо работает вместе. То есть, рука спрингтрапа и эти плюшбэйбики маленькие. Так, что там еще? С вентиляцией еще нужно надо работать. Надо еще на Эннерда не забывать смотреть и нагревать температуру. Так, окей. Хорошо. Так, лол. Так, от Фредди убираем мышку. Не забываем. Так, Л. Так. Летр можно временно убрать. Так. Так. Это была Чика, да? Черт, как это хардкорно. А, я забыл рукой двигать. Черт, надо рукой почаще двигать. Так, тихо. Двигаем, двигаем, двигаем. Плюшбэйбики, они там вроде пока не смеются. Вроде нормально. Так, мне надо нагреть. А, вот они поражали. Так. Где там партийный Фредди? Вот он. А это был кошмарный Фредберг. Точно. Его смех был. Я его не узнал, потому что я не тренировался против него. Теперь я знаю, что он есть. И нужно было в этот момент просто дверь правильно запирать. А еще лучше просто переть обе двери, да и все. Ну, стоять. Йо-йо-йо, Рэмби-йо. Окей, хорошо, понял. Понял, принял. Так, никого не вижу там. То есть, скорее всего, я уже... Тихо. Так, тихо. Так, нажал. Энерды прогнали. Тихо, тихо, тихо. Это плохо. Фу. Твою ж налево, а. Помогите кто-нибудь. Третье ночи уже, как минимум. Это хорошо. Так, так, все сделали. Камеры перешли. Так, полюшебники, где они? Нашел. Фух. Был мой, я посветил. Так, мышки вожу. Так, нашел, бэйбик. Ух ты, блин. Спрингтрап, не хочешь уйти куда-нибудь, а по зязе? Просто уйти куда-нибудь по зязе? А-а-а. Так, где-то, 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 где-то мелкая пакость. А-а-а, тяжело. Так. Я все там понажимал, я не знаю, ее там точно нет. И вот назначен там нет. Так, тихо. Так, тихо. Так, партийный Фредди где-то, 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 где-то. Его нет? Да офигеть! Его тупо нет! Его опять, опять забаговалось! Короче, буду просто вслепую наводить там, в надежде, что этому не поможет. Давай, еще 10 секунд! А-а-а. У меня... ЛОЛ. Давай, 28! Да! Ха-ха-ха! У меня уже поломпой грохнул! Но мне засчитали! Я буквально на последней секунде! Боже мой! Фуху! Да, это было... Это было непросто. Да, пять тысяч! Собрали такие. У меня реально рука устала. Ха-ха-ха. Фуху, да. Скорее всего, просто я потом поднял планшет, а не заметил балумбоя. Ну, там уже шел счет реально на секунды. Так, сейчас проверим. ачивку дайте мне 5000 дайте мне 5000 до засчитали и все друзья до полного прохождения нам осталось вот этот последний ачивка 7 с половиной сделать сделаем в следующей серии постараемся по крайней мере ночь 0 это я не знаю как это сделать типа я остался совсем один бла-бла-бла что это означает за странные ачивки без понятия но у меня пока задача вот 7 с половиной это тоже немало ну что тогда на сегодня хватит большое всем спасибо за внимание ставьте лайки вступайте в группу вконтакте друзья непременно жмите на колокольчик и ставьте именно все уведомления они на основе предпочтений потому что youtube и алгоритмы как-то очень странно эти оповещения присылают и очень часто бывает такое что они банально к вам не доходят даже если вы ждете фнаф поэтому ставьте все уведомления и зовите конечно друзей на канал потому что вместе веселее всем друзья пока пока и и и и и Продолжение следует...